В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 28 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники атомной промышленности. В частице истории обнаружили осколок колокола звонницы Свято-Успенского монастыря. Финальный матч за право обладания Кубком города в Сарове завершился летний футбольный сезон. Далее расскажем обо всем подробно. 28 сентября 1942 года в Советском Союзе издали распоряжение о необходимости начать работу с ураном. Эта дата и считается днем зарождения в России атомной энергетики и профессиональным праздником тех, кто трудится в этой отрасли. В честь дня работников атомной промышленности в Центре культуры и досугов в НИЭФ прошла торжественная церемония награждения сотрудников ядерного центра. В отечественной атомной промышленности всегда работали настоящие профессионалы. Именно благодаря их труду и был создан мощный потенциал отрасли и открылись уникальные возможности для освоения космоса и Арктики, развития энергетики, науки и здравоохранения. Атомная отрасль является локомотивом промышленности России. Это почетно и сложно и трудно. И сегодня мы говорим о том, что в рамках реализации национальных программ одной из главных задач является задача, связанная с обеспечением обороноспособности. В этот вечер много теплых слов и поздравлений в первую очередь звучали в адрес тех, кто не один десяток лет посвятил работе в атомной отрасли, проводя испытания, создавая чертежи и макеты, разрабатывая изделия. Для многих из них День работника атомной промышленности – это особенный праздник. День работника атомной промышленности – это действительно очень важный и значимый праздник. В этой отрасли работают тысячи людей на переднем крае науки, производства, технологии. Это действительно очень важный и очень ответственный такой праздник для страны и для нашей. С Днем работника атомной промышленности сотрудников Российского федерального ядерного центра поздравили первые лица страны области. Руководители ядерно-оружейного комплекса и предприятий атомной отрасли – первые лица города. Не обошлось и без наград. В этот вечер директор Российского федерального ядерного центра вручил знак отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени Александру Петровичу Федотову, одному из последних свидетелей и непосредственных участников разработки, изготовления и испытания РДС-1. Завершился праздничный вечер выступлением артистов из Москвы. Этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. 28 тысяч рублей мошенники выманили через социальные сети удоверчивой соровчанки. Женщина заказала в одной из групп билеты в Турцию, внесла стопроцентную предоплату, но ни билетов, ни денег не дождалась. В сообществе ее внесли в черный список. Похожий случай произошел с другой жительницей города. Через соцсети она заказала, оплатила по стилу на 4 тысячи рублей. Лакомство не пришло. Продавец женщину заблокировал. Чем еще запомнилась сотрудникам правопорядка прошедшая неделя, расскажем далее. Около 110 тысяч рублей потерял соровчанин после звонков неизвестных. В первый раз звонивший представился сотрудникам банка и сказал, что со счета мужчины происходит несанкционированное списание денег. И предложили ему на продиктованный имя номер счета, якобы резервного счета, перевести денежные средства, дабы уберечь их от мошенников. Мужчина с одного банковского счета 30 тысяч перевел на данный счет. Чуть позже позвонили сотрудники другого банка, сообщили ту же самую информацию. И мужчина на этот раз перевел 80 тысяч рублей. Заподозрив неладную, он обратился в полицию. И когда уже соровчанин писал заявление, ему позвонили в третий раз. И опять он попался на уловки мошенников. На счету у мужчины стоит ограничение возможности перевода, и поэтому деньги он собирался передать на КПП. Но его вовремя остановили. Дорожно-полицейским скучать также не пришлось. В городе за это время произошло 10 ДТП с материальным ущербом. И одно на улице Менделеева с пострадавшим. Мужчина 84-го года рождения, будучи лишенным права управления транспортным средством, имея признаки алкогольного опьянения, управлял автомашиной «Шевроле Круз», выбрал такую скорость движения, которая не обеспечила ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а выехал за пределы проезжей части и совершил нарез на препятствия дерева. В результате ДТП водитель получил сотрясение головного мозга, перелома костей черепа, ушибы и ссадины. После осмотра врачами приемного покоя мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение, откуда сбежал через 15 минут. В преддверии Дня учителя в Нижегородской области стартовала онлайн-акция «Учитель-52». Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого достаточно опубликовать в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм поздравления любимым учителям в виде электронной открытки. В публикации необходимо поставить хэштеги «Учитель-52» и «Нижегородский учитель», указать имя преподавателя и номер школы, чтобы поздравление нашло своего адресата. Открытку можно распечатать и подарить учителю в школе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам расскажут, как защитить себя и своих близких от гриппа и других вирусных инфекций. Горячая телефонная линия по этой теме начнет работу 1 октября. Где можно сделать прививку? Как правильно подготовиться к вакцинации? Можно ли совмещать прививку против гриппа с другими? И как уберечь детей от простудных инфекций? Обо всем этом и не только расскажут специалисты-эпидемиологи. Звонки от жителей будут принимать по будням по телефону 8 800 555 49 43. Прямая линия будет работать до 16 октября. В Сарове продолжается месячник чистоты и благоустройства. На минувшие недели усилиями неравнодушных горожан удалось собрать и вывезти около 100 кубометров мусора. Инициативные группы саровчан, которые хотят привести в порядок ту или иную территорию, могут обращаться за помощью в департамент городского хозяйства, где горожан обеспечат мешками и перчатками, а также организуют вывоз мусора. Сообщить о своих намерениях можно по телефону 9 77 87. Саровчан приглашают на мастер-классы по настольному теннису. Показательные занятия пройдут в пятницу 4 октября в спорткомплексе внефт по адресу улица Юности, дом 14. В роли инструкторов выступят призеры чемпионатов российского и международного уровня. Начало в 17 часов без возрастных ограничений. В Сарой обнаружили осколок колокол старинной звонницы Саровского монастыря. Артефакт передала протеерею Владимиру Кузнецову, жительнице города. В ее семье осколок хранился на протяжении нескольких десятилетий. Педагог православной гимназии колокольный мастер Глеб Комаревский установил, от какого из 19 колоколов был отколот этот фрагмент. Подробности в следующем репортаже. Этот осколок появился вовремя. Просто по нему можно было. До этого он не являлся. Почему? Потому что не было никаких движений в сторону восстановления Саровской колокольни. Сейчас это просто подсказка нам сверху о том, куда идти. Этот обломок почти век хранился в семье Саровчанки. Его края покрыты многолетней патиной. Это говорит о том, что он был отлит давно. По расположению орнамента и валиков Глеб Комаревский определил, от какой именно части колокола он откололся. По архивам выяснил, что раньше он был частью Саровской звонницы. У нас большие колокола были только в Саровской пустыне. Когда посмотрели архивы, там был колокол. По хоме и в колокол, 86 пудов, это 1400 килограмм. С короной он будет где-то, наверное, метр 65-метр 70. То есть в человеческий рост он колокол. Это шестой по величине колокол Саровского ансамбля. Восстановить его размеры можно, не заглядывая в архивы. Для этого достаточно провести несколько измерений. Это взять длину хорды и высоту сегмента. И по их соотношению прямо в интернете, в онлайне можно вычислить радиус и, соответственно, диаметр колокола на уровне скола. От него толкнуться и найти нижний диаметр. Мастер православной гимназии Глеб Комаревский знает о колоколах всё. И это не первая реликвия, которая попадает к нему в руки. Обычно находки ему передаёт духовник гимназии, протеерей Владимир Кузнецов. Однажды из пункта приёма в турметы принесли язык колокола. Ещё один обломок был поднят из болота. Мы надеемся на то, что наши прихожане и вообще верующие люди будут приносить к нам в храм. И мы будем их тоже выставлять как такие исторические и духовные ценности. Каждую находку тщательно изучают. По архивам специалисты восстанавливают информацию о месте нахождения колокола, а также когда и где он был отлит. Приключения атома и атомки. Ко дню работника атомной промышленности сотрудники детской библиотеки имени Пушкина подготовили для юных читателей интерактивную площадку с шарадами, ребусами и творческими зонами. На праздничные акции побывала наша съёмочная группа. Готовиться ко дню атомной промышленности сотрудники библиотеки имени Пушкина начали ещё летом. Библиотекари подыскивали нужную литературу, рисовали плакаты и готовили интерактивные игры. Мы считаем эту тему важной для города, конечно же, это очень важная тема, потому что Саров относится к системе городов Росатома. Поэтому наша задача сегодня хотя бы создать общее представление у ребят о том же, что такое атом, как это примерно работает внутри атома, ну и поговорить о том, какими способами, средствами можно рекламировать нашу отрасль. Библиотекари предложили ребятам поиграть в увлекательную игру. Дети должны были изображать один большой атом. А после мальчикам и девочкам рассказали, что входит в состав атома и как его используют в наше время. Сегодня я узнала, из чего состоит атом и где его используют. Его используют для подогревания воды, которая поступает и в батарею, и течёт из крана. Такие мероприятия интересны не только школьникам, но и студентам. Дмитрий Юрыжев учится в техникуме. На акцию в библиотеку он пришёл не случайно. Говорит, что его будущая профессия связана с атомной энергетикой. Поэтому для себя он черпает знания отовсюду. К примеру, мне узналось то, что 6 триллионов атомов – это молекулы или воды. Что такое атомная энергия. Что существуют станции, гидроэлектростанции, атомные электростанции. С 11 октября библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих на мероприятие «Подружись с Пушкиным». На праздник могут прийти все желающие, без возрастных ограничений. Активисты пионерской организации «Союз Солнечный» и отряды юных инспекторов дорожного движения пятой школы вместе с сотрудниками ГИБДД посвятили учеников первых классов пешеходы. Праздник прошёл в рамках профилактической акции «Неделя безопасности», которая традиционно проводится в начале нового учебного года. В игровой форме первоклассники закрепили основы дорожной грамотности. Зачем на улицах города нужны светофоры, пешеходные переходы, указатели? Что они обозначают и как правильно вести себя на дорогах? Об этом первоклассникам пятой школы рассказали старшеклассники и сотрудники госавтоинспекции в рамках ежегодной акции посвящений в пешеходы. Для маленьких гостей организаторы приготовили настоящее представление. В гости к юным школьникам пришли светофор, дорожные знаки и пеппи-длинный чулок. «Мне нужно было показать детям себя немножко с отрицательной стороны, что не нужно делать на дороге и как нужно соблюдать правила». Первоклассники участвовали в подвижных играх, отгадывали загадки и танцевали с героями анимационные танцы. С помощью интерактивных занятий мальчишкам и девчонкам напомнили о запрещающих и предупреждающих знаках дорожного движения. «Я узнала, как называются все вот эти знаки, которые нам показывали. Узнала, как переходить дорогу. Узнала, какие цвета обозначают что. На красный сигнал нельзя переходить. На желтый сигнал надо приготовиться, а на зеленый сигнал можно идти». В конце праздника первоклассники дали торжественную клятву быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. А после сотрудники госавтоинспекции вручили школьникам удостоверение юных пешеходов и светоотражающие элементы на одежду. Летний городской футбольный сезон 2019 завершился. Определили призеров чемпионата и первенства города. В финальном матче за право обладания Кубком города боролись сильнейшие любительские команды «Авангард» и «Скатерем». О том, как проходила заключительная игра сезона и кто стал победителем, расскажем далее. Первый игровой отрезок для обеих команд прошел на равных. Во втором на поле развернулись нешуточные баталии. Команда «Авангард» быстро завладела преимуществом и открыла счет матча. А после отправила в ворота соперника еще один гол. Итог игры – 2-0. Немножко не повезло. Скажем так, у «Авангарда» было несколько моментов, которые, в принципе, они все реализовали фактически. У нашей команды моментов было намного больше, но хорошая игра у ротаря. Спортивное везение было сегодня не на нашей стороне. У нас основная задача была выиграть чемпионат, защитить титул чемпиона прошлого года. Мы с этой задачей справились. «Терем» и «Авангард» – давние соперники. В прошлом году в финале Кубка Чемпионата города спортсмены также боролись за первое место. Тогда «Терем» вырвал победу и забрал кубок себе. А в этом году спортсмены «Авангарда» были готовы ко встрече и заняли первое место. Ура! Принципиальная игра в финале с принципиальной командой «Терем». Настрой был у всех. Ребята пришли даже с травмами, на мазях, на заморозках. Но, в общем, победа достается сильнейшим. Мы считаем, что в этой матче мы были лучше. Всего в чемпионате приняло участие 13 команд. Соревнования проходили по кубковой системе на выбывание. Сама по себе кубковая система, я думаю, очень красива, потому что еще второго шанса не будет, и команды после поражения отлетают. Поэтому на кубок, я думаю, все команды настраиваются особым образом. Летний сезон закончен, итоги подведены. Теперь организаторы готовятся к ветеранскому турниру и зимним соревнованиям. Более подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте «Все о футболе в Сарове». Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин